я вас приветствую в нашем фонде трезвое поколение урала называемся раньше кстати мы назывались фонд имени геннадий дарюси шичко вот видите плакат здесь у нас стенд мы сделали это ученый метод которого мы используем вот ну я знаете сейчас когда стоял такая мысль ко мне пришла такие размышления раньше на сортировке помните вот вы сказали сортировки там был магазин такой ветеран называется и там помните в советское время продавали разные такие вот для ветеранов то есть уходишь там крупу там гречка была дефицита у них там как бы есть и и люди там местные то кто не ветеран они вечерин где был у меня заходил там ветеран там опять им этим и так в шутку знаете у нас русские не так как бы шутят с сарказмом так что да у этих был у недобитышей там у них курицу опять там дают у недобитышей то есть недобитышей это ветераны вроде того что как недобили на великой отечественной войне как бы и в шутку и с таким как бы сарказмом говорили вот я сейчас думал так про это и думаю ну вот наш фонд кем организован ну мы такие наверно тоже как-то вот недобитыши короче говоря но это это шутка на то есть люди умирают от алкоголя табака вы знаете очень много фондов существует у нас например фонд ветеранов войны афганистана есть там афганцы и люди которые выжили на этой войне они как-то друг другу помогают или допустим чернобыльцы фонд чернобыльский они тоже там как-то собрались друг другу помогает а вот людей которые пострадали от алкоголя табака наркотиков их очень много фонда такого у нас не было вот наш фонд это такой эксперимент который длится же 23 года его и создали это люди кто пострадали от алкоголя табака наркотиков таких людей я вам точно могу сказать больше чем афганцев больше чем чернобыльцев и даже вы сами можете если его так вот вспомните своих родственников друзей близких знакомых ну у каждого найдется такой человек кто пострадал может быть кого-то уже и в живых нету может кто-то вот еще мучиться там да не мы не может там пить бросить курить и так далее поэтому вот такой вот фонд организован был не занимаемся мы никакой политикой не за какую политическую партию мы не выступаем хотя просуществовали наверное намного больше некоторых партий даже политических вот они были их нету а мы все еще здесь какая цель нашего фонда все эти 23 года значит самая главная цель это помощь от вредных привычек так их назовем алкоголь табак наркотики это первое основное вот по методу геннадий андреевич шичко о нем я вам потом еще расскажу его метод мы используем в избавлении от вредных привычек и второе это распространение трезвой информации среди населения вот эти ваши листочки которые женщинам раздал обращение к женщине это вот такая своеобразная информация призыв жить трезво ну что сейчас мы с вами находимся в условиях информационной агрессии то есть информации вот мы о чем говорили перед началом курса помните информация табаке водки магазинов этих их очень много то есть буквально все заполнили а где информация трезвости что можно жить трезво что это нормально такой информации нет поэтому мы вот ну конечно это как партизаны да то есть у них деньги у них там миллиарды долларов у производителей сигарету произвели но возьмите допустим производители табака в америке на рекламу только ежегодно тратят 6 миллиардов долларов через сумму это и наш фонд вместе знаете сколько собрали в этот месяц чтобы курс проводить 11000 рублей ход купили по 6 за два месяца до а у них там 6 миллиардов долларов понятно что мы как бы против них как не знаю там с ветряными мельницами но тем не менее люди приходят люди получают освобождение и конечно миллионы погибают от сигарет от табака значит от этого от наркотиков от спиртного и вроде бы что такое спасенные жизни там две-три жизни да допустим вот сейчас кто-то раз станет трезвым и выживет казалось бы по сравнению с миллионами это такая какая-то глупость такая вообще чё там а если мы возьмем в масштабах одной семьи да что такое спасенная жизнь моего отца что такое спасенная жизнь моего сына который умирал он был наркоманом пришел туда и стал жить и устроился на работу и завел семью до цены этой жизни ну нету просто она бесценна поэтому то чем мы занимаемся здесь я считаю это самое самое главное направление вот сейчас мы с вами знаем какая сложная ситуация на стране там значит и с украиной тогда эти проблемы там и сирии турция все там санкции у нас но любая политика она ничего не поможет если мы будем вот так вот изнутри нас будут уничтожать ну и что мы там там выиграли тут в турции кто будет жить то люди то погибают поэтому нам конечно мы считаем что здесь это направление самое главное вот это ну и дальше вот из нашей беседы вы это поймете информация которую мы здесь даем она для многих такая знаете шокирующая информация потому что мы привыкли какая-то информация у нас есть да я имею ввиду о алкоголе табаке да мы знаем вот мы когда здесь собирались только я слышу там вот у нас у русских так вот коньячка немножко выпить помните то есть потому что стресс вот стресс как-то можно снять то есть вот какая-то информация у нас голове есть у каждого мы что-то знаем о коньяке там о сигаретах знаем о вреде знаем какие-то хорошие моменты вот наша информация которую мы даем она немножко такая необычная и кого-то она может даже шокировать поэтому приготовьтесь вы не торопитесь задавать вопросы обязательно будут вопросы у вас потому что информация необычная у человека как а вот и а я вот слышал вот так вот он начинает чтобы у нас не произошло с вами таких споров вы смотрите как если у вас такой то вопрос возникнет вы его на листочке запишите и потом в конце наших занятий мы дадим 10 минут на вопросы но я вам еще раз говорю не торопитесь задавать вопросы потому что наш курс построен так что в конце допустим вот этих шести дней которые будут курсы эти все эти вопросы нестандартные поверьте мне и вы получите ответы на все эти вопросы просто постепенно потихоньку а если мы перейдем в режим вопрос ответ тогда у нас все собьется как бы и мы время потеряем а то что я запланировал я не успею поэтому вот так но если уж совсем какой-то вопрос вода вы хотите что-то уточнить можно руку поднять и спросить то есть если уж ну так важно что прямо вот вы сейчас хотите спросить но так лучше запишите потом мы сделаем время значит занять у нас будут как проходить два часа регламент такой сегодня вот у нас начало в 6 а субботу воскресенье мы сделаем с трех часов днем чтобы потом вечером уже нормально всем вернуться домой и утром что право не вставать завтра у нас в 3 и в воскресенье тоже в 3 запишите а на неделе так как люди работают мы опять будем с 6 но там договоримся если кому-то рано можно сделать с пол седьмого но это мы с вами решим уже где-то там воскресенье кто останется мы с вами договоримся можно в 6 там на полчаса в принципе сделать можно ничего страшного вот меня зовут начата себе немножко расскажу ладенков кирилл геннадьевич я являюсь инструктором фонда уже ну 17 лет 17 ну курсы виду где-то лет наверно 15 ну так провел более 200 групп то есть только много что я уже сбился со счету даже не знаю какая группа мы раньше записывали нас был журнал потом куда-то его потеряли и сейчас мы не знаем какая группа по счету раньше нас даже был счет группа какой-то но больше 200 заточен как я сам попал в этот фонд я сначала говорил что фонд создавали люди как бы не добитый до алкогольным наркотиками там и табаком вот я тоже не исключение не просто так пришел в 99 году мне было туда 24 года сейчас мне 40 лет уже на тот момент я был таким знаете наркоман в кубе то есть это табачный наркоман я курил около уже там 12 лет может там 13 я уж не помню сколько употреблял спиртное там как все и на праздник и так и мог и выпить там и в новый год и напиться и там все ну и последняя самая основная была проблема конечно наркотики до 90-е годы помните когда вот эта волна наркомания брушилась на нас и люди были не готовы ни наркологи никто никаких центров не было все это пошло советский союз распался границы все открылись и к нам хлынула помните если мы считаем алкоголь это спирт рояль сигареты бонд магна и так далее то есть все это за копейки все то есть нас завалили этим но части наркотиков там тоже все это пошло ну и конечно очень много людей погибло и вот сейчас знаете вот ну кому сейчас 40 35 лет вот это поколение очень много уже лежит на кладбище я вот мы ходим в родительский день там с родственниками с мамой хожу они идут по родственникам по нашему у меня уже есть свой маршрут понимаете хотя мне вроде бы 40 лет я не такой старый у меня уже там столько друзей погибло но мне повезло вот я попал сюда вот на тот момент я когда пришел сюда где-то наркотики употребляла я около шести лет уже 55 с половиной вот весил 58 килограмм участия 100 килограмм лишь увидите меня а тогда 58 какой значит был такого вида не очень и из дома меня уже выгнали знаете я жил на сортировке на минометчиков где вот мост знаете вот электродепо ну вот здесь вот мы жили там голубятня еще такая все знали во дворе что этот наркоман все из дома меня выгнали невозможно было жить со мной понимаете и родственникам потому что ну как жить и все это из дома пропадало то есть все самый настоящий наркоман мне об этом говорить неприятно все время знаете я заметил когда это говорю в раньше говорю так народу много и вначале вроде так все в рубашке потом говорю а я наркоман и люди как-то глаза опускают так им как-то даже стыдно за меня мне стыдно за себя понимаете вот я в каких-то других местах ну присылайте я 16 лет трезвый уже есть люди которые даже не знают и не могут поверить что когда-то я подобрал наркотики я стараюсь это ну лишний раз об этом не говорить зачем это здесь на курсах я считаю что я обязан это сказать чтобы вы увидели и поверили что есть на самом деле выход из этого из любого состояния и почему я здесь остался и почему я здесь работу веду эти курсы потому что я видел вот это чудо которое происходит с людьми приходит человек у него знаете такое серое лицо он весь такой в проблемах там значит этот алкоголь жена там ушла от него с работы выгнали приходит садится начинает писать я вижу как у него появляется в глазах какая-то искорка и вот он неделю уже проходит и превращается в нормального человека все у него налаживается это чудо происходит здесь постоянно у нас на курсах и это чудо произошло со мной когда что пришел и когда это увидел ну я решил как-то участвовать в этом тоже ну и так увлекся что вот начал даже курсы проводить в начале просто ходил этот клуб мне мне нравилось помогать людям в этом я понял что есть выход раньше я считал что выхода нету и где-то думаю до 30 лет если доживу то это нормально очень хорошо но сейчас от мне 40 я что-то еще умирать так как-то не охота 30 не хватит ну 40 ты тоже все-таки много люди в 50 потом говорит и в 60 говорит у меня только сейчас узнаете статусы вконтакте там в одноклассниках пишут вот эти вот 40 все только начинается смотришь второй пишет 50 все только начинать может 60 все только начинается у него понимаете все нормально вот такой настрой 60 все только начинается 70 у нас здесь были два деда одному 72 второму 74 мы ведь хотим жизнь начать сначала бросить пить курить и все у нас бабушки там все все будем нормально поэтому никогда не поздно взяться за лунно чем все это протрезвиться все нормально выход есть ребята у нас много потом вы будете ходить познакомитесь не я один такой уникальный человек который был наркоманом убрать у нас миллион таких ну около 5000 более 5000 человек и практически все спрашивают по процентам да какой процент у вас вот выздоровление приходит допустим но и как говорю где-то 50 процентов 50 приходит допустим 10 человек из них из 10 трое проходят программу бросают становятся трезвыми и потом еще из этих семи которые опять сорвались в течение года там еще двое приходят мы поняли что мы не до конца значит основная причина почему не доходят до конца приходят и вот где-то если брать большой срок такой да там 5-10 лет я могу сейчас проследить потому что я 15 лет он не я могу большой отрезок простить то где-то половина всех людей которые к нам обращались они получили помощь самом деле это очень большая цифра потому что у наркологов например по наркомании официальная статистика мировая сколько наркоманов бросает колодца из ста процентов 97 продолжают и три процента только завязывают вот официальная статистика я говорю 50 с наркологами мы общаемся у нас тепликов было здесь в наркологии постоянно с ними в контакте они пахахатывают смеются для них это и сказки рассказываешь многие а я это вижу понимаете на здесь это происходит вот ребята не дадут собрать как себя кто проходил поэтому вот метод очень уникальный уникальный метод наш российский это не какой-то там знаете легкий способ бросить курить аренкарта легкий у него легко все на самом деле не очень-то легко это трудно небольшой потребуется труд личный ну минимальный не надо там каких-то специальных способностей там растяжку делать или на шпагат там садиться просто ручка тетрадка писать всем это умеем со школы ничего страшного нету единственное что силы воли тоже не надо потому что была бы меня сила воли я сам бросил куда мне пришел она сила есть воля есть а силы нету вот это как раз для таких людей единственное что тебя немножко организовать и походить сюда и выполнять все требования которые мы вам будем даже не требования просто будем показывать как бы путь а вы должны идти если вы можно было так сделать что допустим по нашему миру на дневнике писать почему я сказал про ручку если можно было так мы стали вот сейчас ты пропиши вот за толика дневник и толик просит пить и курить если вот так можно было я бы знаете чем занимался с утра до вечера писал бы дневники за всех чтобы все мои друзья бросили чтобы все знакомые бросить которых я знаю я только этим бы занимался ну там работал больше чуть-чуть чтобы кушать было что так я бы занимался к этим но это ведь не поможет если я за толика пропишу дневник он ведь от этого пить не перестанет он должен сам это сделать поэтому у нас был случай такое интересного сидел 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 значит здесь первый день просидел все мужчина лет 50 все разошлись он сидит горит так доктор доктор мне почему-то назвал ну ты знаешь у меня дома бутылка вина есть ну да ну хорошо чё буду приди вылью я ее выпью ну выпишь на ступе и доктор вы не поняли что я вам говорю я выпью сегодня ну выпишь хорошо ну что делать нет вы 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 наверное не вы не поняли я же буду выпить ну ну раз будешь выпить ну выпишь значит ну что я сделал ты от мяты что хочешь сделай так чтобы я сегодня не выпил за вами не загипнотизирую меня как-то значит он гипноз какой-то кодировка значит я говорю но ты знаешь так посмотрел я конечно могу сделать что ты сегодня не выпил и завтра ты не выпьешь тоже ну готовить и ты заявление на меня напишешь в милицию я все за это и будешь так вот так пошутил на него все понял понял ну вот ушел он потом не вернулся не знаю что с ним произошло вот поэтому понятно что нужно желание если хочешь просить нужно желание это во первых желание и немножко приложить усилия вот и все больше ничего не надо поэтому я вам всем желаю наберитесь терпения кто-то вот пришел первый раз допустим на бросать они думаю так ой там надо что-то писать там долго ходить так вот целую неделю мне это не подходит и пошел подожди а ты как понял то что тебе это не подходит ты же еще даже не ты ты посиди побудь на занятиях начни пропиши все дневники потом выпей скажи мне это не подходит видите а он даже еще не попробовал говорит мне это не подходит поэтому не торопитесь уходить не торопитесь принимать какие-то решения сейчас видите люди настроены на такой быстрый результат я ничего не буду делать вот я сижу на тебе деньги кодируй меня все 5000 только с меня ничего не требует как бы все ибо и быстро ну что у меня через три минуты солярий тут одна девушка у тебя рассказывал курить бросать давайте побыстрее мне сейчас солярий надо идти это курить перестала быстро подерни меня тут и все ну вот настроитесь на такое все настоящее все хорошее оно не бывает быстро быстро только есть поговорка плохая не буду говорить а если что-то хорошее нормальное в природе и в жизни это все постепенно с чувством с толком с остановкой и тогда хороший нормальный устойчивый результат а быстро ничего не бывает этим пользуются жулики наркоман колется колется с него деньги тянет продавец наркотиков барыга решил бросить сразу же три медика появляются иди к нам все куда не носи деньги носи к нам обманывают хочешь быстро сейчас мы тебе дадим таблетку от мыслей вот ты съешь у тебя мысли находят как-нибудь и присылайте люди верят в это верят желание у тебя пропадет один поставил укол в живот себе нас наркоман 48000 что этот укол чтобы не было желания колодца все поставил на следующий день приходят мы сидим с ребятами четверг пришел укола ты ну мы сразу видим ты чё ты же вроде укол поставил 48000 так желания не было я так укололся без желания укол какой хороший вот так что вы такие не поддавайтесь уколы ну ладно напишите первую тему если потом какие-то вопросы еще возникнут мы еще с вами сделаем небольшое время для вопросов первая тема называется наркотики наркотики записывайте все эту тему многие удивляются это чё нам мы пришли пить бросать ты нам какие-то наркотики а вот давайте сейчас посмотрим очень интересная группа информация необычная наркотики мы запишем три основных наркотика самые такие распространенные на сегодняшний день напишите первый называется копий копий это маковый сок из мака и потом из него делают героин там и так далее напишите научное определение наркоман чё ты мне будешь на наркотиках рассказывать о наркотиках все знаю я говорю как научное определение опия знаешь нет кажется не все запишите научное определение наркотический протоплазменный ят наркотический протоплазменный ят наркотический понятно почему наркотик человек попадает за весьмельсím протоплазменный протоплазма это жировая защитная оболочка живой клетки как действуют опыт попадая в организм жировую булочку разрушает клетку или убивает или калечит на все клетки нашего организма опи действует вот так убивает почему я тоже понятно существуют смертельные дозы опия наркоманы погибают от передозировки мы с вами знаем побольше поставил и все и умер поэтому я хорошо я вам сейчас задам вопрос такой простой он простой потому что ответ очевиден на него но все равно вам задам вы потом поймете почему я задаю этот вопрос вопрос такой как у нас в обществе называется человек который употребляет вот этот наркоман причем неважно а если он допустим есть такой способ среднеазиатский способ потребления там опий средств такой вот они его кушают просто хлебом и запивают горячим чаем и эффект тот же самый происходит только нам побольше наркоманы называют на своем жаргоне по кишке через кишечник всасывается потому что поэтому я к чему-то говорю неважно как наркотик попал к нам в организм в вену он попал или через кукурида а наша или там не знаю что там спайс сейчас пошли можно сделать клизму водкой у нас в армии двое сделали ходят пьяные ну-ка дыхание укололся что ли он они клизму сделали но потом кстати все равно идет запах изо рта почему-то хотя должен из другого места видимо там в кровь когда наркоман если наркоман колется раз в неделю он остается наркоманом или нет конечно даже я знаете как на группе задавал вопрос мей раз месяц колется не без наркоман и задал вопрос а раз в год если колется ну как но он берет шприц ставит вену ну кто наркоман вот я эти вопросы глупые задаю специально вы сейчас поймете пока запишите следующий наркотик который обычно никто не называет наркотикам вот проводим лекции там школах в институтах иногда в этих училища проходить даже в ленинском рове д я проводил лекцию один раз наркоман пришел преподить лекцию но я не говорю что потом еще так набрался туда прошел все я говорю назовите наркотики в школе четвертый класс где дети 11 лет я вам говорю ребята какие вы знаете наркотики просто вопрос такой спросил как бы тест мне назвали практически все наркотики которые сегодня есть все героин амфитамин там соли там все называют они все знают они же слышат общаются в дворе 11 лет а вот этот наркотик не назвали напишите никотин почему не назвали этот наркотик так вы думаете да потому что он свободно продается на каждой остановке счет за наркотик такой пожалуйста покупай а если мы возьмем большую энциклопедию там что написано буквы найдем никотин там будет так мы основной запишем вы сразу не записывайте я вам скажу что там написано никотин алкалоид содержащийся в табаке и в некоторых других растениях табаке содержится до двух процентов алкалоид это химическое соединение которое содержит азот ну это так практически все наркотики являются алкалоидами или никотин тоже при курении всасывается в организм в малых дозах вызывает возбуждение нервной системы в больших дозах ее паралич остановку сердечной деятельности и смерть я смертельную дозу никотина если в вену поставить этот никотин выделить его там и все можно умереть смертельные дозы никотина тоже и самое главное что в конце написано про никотин поглощение никотина небольшими дозами при курении вызывает никотинизм вот давайте над этим словом подумаем как это можно еще по-другому назвать что такое никотинизм и кто такой никотинист помните раньше были такие ну раньше у булгакова рассказ морфий и они их назвали морфинисты морфи морфи а это никотинисты никотин но не николь это курят поэтому у нас так называется программа по освобождению на дневниках написано от табачной наркомании и человек курильщик он не просто там я курю сигаретку а этот табачный наркоман если мы так назовем это будет правильно игру информация шокирующая один раз был такой случай было много народу стулья были так близко я сидела женщина такая уже где-то лет под 60 я говорю как называется можем этого человека назвать как мы его можем назвать а назовем мы его я так раздухарился назовем мы его табачный наркоман и случайно так рукой на не показал она по курению пришло покраснела вся потом стала говорит я вижу нервничать пошла я там для поймал говорю вы извините я случайно вы знаете я вот пришла всего-то лишь курить бросать а вы меня при всех обозвали наркоманкой я говорю я извиня извиняюсь а потом то про себя подумал но это же правда понимаете причем это не просто наркоман а наркоман который сидит на дозе он знает свою дозу вот допустим наркоман поехал на рыбалку где нету никаких значит киосков на два дня он собирает себе продуктов там консервы покупает все и курить начнем так размышляет примерно так так я выкуриваю пачку значит в день значит поеду на два дня начнем на две пачки ну возьму 3 на всякий случай все узнает свою дозу поэтому наркоман который сидит на дозе еще один случай из военной тематики это великой отечественной войны книжка совсем про другое читал ну просто мне понравилось это на реальных событиях значит был какой-то бой небольшой наши партизаны немцы наступают значит и они впрот им пришлось нашим перейти какую-то речушку значит они перешли остановились и атака закончилась эти там говорите здесь говорит ну чё давай закурим ребята по одной песни то раз махорку достали а махорка промокла они когда вброд приходили замочили что делать там солнышко они сейчас плащ палатку там 1 расстелили высыпали на всю махорку каждая своя кучка и сейчас просохнет сделаем самокрутки и покурим и вдруг снова неожиданно немцы атакуют и пришлось отступать в лес туда и плащ палатку до забыли попухах улетят такой убегать все опять передышка опять начали а где-то табак то у нас табак за линии фронта то есть линия фронта передвинулась немцы здесь мы тут а табак здесь что делают табачные наркоманы солдаты собираются какую-то лотерею бумажки в шапку воду в пилотку все каждый вытянул понимаете ну я допустим был курильщик они говорят ну я бы мог сказать я с вами вот лотерею не буду играть я брошу лучше курить понимаете мне же надо будет потом идти туда под поле это как русская рулетка скрутил там это нафиг вы не нужны я лучше курить брошу ни один не сказал что откажется все курильщики встали в круг все только бы не мне только бы не мне потом кому выпало он пошел куда рискуя своей жизнью пробрался через линию фронта взял эту плащ палатку ну ему повезло как бы это вернулся нормально все я не знаю героиновые наркоманы пошли так или нет еще надо подумать понимаете героиновые а табачные даже не стали думать поэтому зависимость очень серьезная кто пришел по курению вы отнеслись к этому очень серьезно но выход есть из любой наркомании так что вот что про табак как бы ну и последний третий наркотик до чуть форму c2 h5 ваш шутка такая он мы его узнали это он ребята это формула конечно мы с вами знаем со школы и телова спирта теловый спирт алкоголь это но название очень много формула 1 вот она c2 h5 у вас здесь под никотином кстати я забыл напишите сильный наркотический яд тоже то ницик увидим и немножко сократили алкалоидом это не пишите то что рассказал просто сильный наркотический а тоже наркотик тоже яд смертельные дозы тоже есть вот случаи такие были знаете особенно школьники они спорят там давай кто пачку выкрут то две и были случаи когда обкурившись они умирали просто никотина курил 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 но если уж никотин сделать как бы ну который содержится в пачке в пачке сигарет и всего поставить вверх ну все она придется определение которое есть большой медицинской энциклопедии запишите его тела спирт наркотический протоплазменный яд оказывается определение это одинаковая здесь этот наркоман наркотический протоплазменный яд употребляет здесь наркотический протоплазменный яд вот сейчас вот почему я задавал те вопросы мы пришли к этому помните я задал вопрос как мы называем человека который этот яд употребляет и все сказали наркоман все запустить споров никаких не было а если скажу так определение одинаковое это все одинаковое а как называется человек который вот это употребляет а если он по чуть-чуть культурно это обычный нормальный человек аж по чуть-чуть люто винишко хорошее что чуть-чуть по чуть-чуть это же нормально я чуть-чуть укололся героинчиком то кубик один поставил и все чертеж не сильно это гречи наркоман у розмана было в книжке написано уралмашевский наркоман гичи у него он уже такой наркоман в годах уже дочери 14 лет и дочь начинает колоться мать он подходит говорит алиса ты чё делаешь что ты ты хочешь такой же жизнь как у меня ты посмотри на отца ты наркоман ты чё колешься она ему чё сказал папа так я ведь как ты-то не упарываюсь ну то есть это я ведь не колюсь как ты-то я чуть-чуть поэтому здесь у нас как бы хорошо эти люди которые зависят утопия попадают в больницу если мы подойдем к этой больнице и прочитаем что написано там на табличке что там написано городской наркологический диспансер врач который лечит этих людей называется врач нарколог правильно а люди зависящие вот от этого вещества куда попадают в какую больницу туда же наркологический городской наркологический диспансер и врача алколога нету специального понимаете вот их там по разным то есть одни в одном крыле вот я наркологический был одни в одном они в этом но врач один нарколог потому что это это наркотик определение одинаково те и те наркоманы но друг друга ненавидят эти этом занятия проводил наркологии много раз наркоманы блин вот с какой-то гадость себе ставят вот вен представляешь уколы лучше водки выпить чистой как слеза а наркоманы значит на них солны алкаши с нами напьются друг друга перережут блин а чему уколимся спокойно сидим морсик попиваем чем мы мешаем кому-то что любит оба наркоманы понимаете друг друга ненавидят ну наркотики разные а так то смысл или допустим есть люди которые не знают они говорят ой знаете у меня сын года он лучше бы он пил знаете такое лучше бы он пил это за не кто говорят у кого у кого сын не пил никогда его пил сын серьезно они так никогда не скажут или представьте себе такую ситуацию на кладбище хоронят молодого парня все плачут одна женщина стоит и смеется они подходят же сейчас что тут происходит это вот и сына а где вот похоронили а вы чё смеетесь вы кто а я мать а чё смеетесь то так он ведь у меня не от героина от водки ведь умер то их и хорошо и так стало на душе ну это утрирую правильно какая разница то наркотик то один и тот же здесь у нас видите сознание заблокировано человечество совершило две ошибки они легализовали легализовали табак легализовали алкоголь у нас многие страны есть где алкоголь под запретом мусульманские страны там под запретом также как наркотик у нас легализовали пошли дальше европа пошла дальше в голландии легализовали марихуану вроде как слабые наркотики не так размышляли что дадим слабые чтобы люди не употребляли сильные ну что такое голландии мы с вами знаем да там эти вот улица красных фонарей там эти проститутки там наркоманы и у них кофешоп и вот это называется там можно зайти в кафе и заказать себе косячок марихуану разных сортов сенсивилия там там все смеешься и тут же героин под эту дуточку там все ну там в голландии продают героин этот марихуану официально но мы то с вами понимаем что того что ее в голландии продают официально она же не перестала наркотиком это быть правильно и спирт и спиртные изделия пиво вино и водку они не перестали быть наркотиками потому что у нас официальных продают они не перестали и люди то попадают зависимость понимаете попадают ведь попадают не есть и они будут так что вот вопрос вот такой вот информация для размышления то есть все таки кто наркоман и наркоман пью не пью чуть-чуть околюсили там сколько там может много хорошо многие так говорят ну ладно хорошо то нас убедил спирт наркотик кто пьет спирт тот самый настоящий наркоман ну я спирт измени измени пью я пью хорошая винишка водочку там ну давайте вот запишем табличку на 100 грамм запишите 100 грамм возьмем самые распространенные алкогольные изделия и посмотрим сколько содержится у них спирта причем это написано на каждой этикетке их заставляют писать не заставляли они написали они написали просто там вкуснятина и все давай им же продать надо а им говорят нет пиши сколько спирта они маленькими буквами вот такими там напишут или как это вот реклама табака да видели эти стенды большие у нас билборды то курение вредит здоровью такими тонкими буквами внизу это для слепых там знаете там не увидишь ничего надо убрать 100 грамм начнем с самого слабого пиво ну пятипроцентное возьмем пятипроцентное балтику девятку шахоту крепко не брать пятипроцентно ловенбрау мне нравится синяя банка там леп такой красиво 100 граммах 5 грамм наркотического протоплазменного яда и тело спиртом 5 грамм есть написано на банке 5 процентов от 100 грамм 5 грамм там полу литра до полу литре в банке 50 грамм спирта 50 грамм спирта это где-то 130 грамм водки сенотку прийти пластмассовый стаканчик не помню то есть выпивая банку пива ты выпиваешь вот зашел забегалку наделся это водки 150 выпил как бы чебуретом закусил или пиво но смотри чем опасно еще пиво шучко говорит как на андреич он говорит что самые опасные алкогольные изделия это слабые джинны коктейли и пиво потому что с них приучаются к пианству кто женщины и дети 150 грамм водки не каждый подросток выпить а коктейльчик клубничный казанова там это пожалуйста о какой вкусненький ягуар яжик яжик это 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 же яжик что-то это не нормально специально сделали чтобы понимаете чтобы нашим детям давать вот этот спирт хорошо дальше пара возрастающие вино 18 крепленная 8 портвей агдам три семерки там три табора название наш народ такой он придумывает 3 табора она по 18 грамм пирта наркотического протоплазменного яда 100 граммах 18 грамм в литровой бутылки 180 кто кстати знает как кто знает как добываются крепости 18 градусов кто знает как веноде открепленная восемнадцать грамм какой какой крепости вино если взять домашнюю брагу поставить самое большее сколько брага сможет кто ставил брагу никто же не ставит но вино кто делал там 9 11 градусов все крепче не будет если дальше будет стоять вино что с ним происходит она в уксус превращается правильно все есть еще сорт винограда 70 процентов сахара там вот там добиваются 14 процентов это рекорд больше не чтобы сделать 18 что она заделает 25 ваш спирт удалили этикетку медали нарисовали все пошло дело поэтому вот так и делается добавляют спирт просто водка 40 процентов 40 градусов за 40 грамм 100 граммах 40 грамм спирта и 60 грамм чего остается там воды что такое водка это спирт разбавленной водой в определенной пропорции а многие знаете нет ну как то это водка мне одна женщина говорит знаешь сейчас водки то хорошие нет спирт водой разбавляют и продают а на заводе это что делают то же самое просто там как-то ну ну существует разная водка мы с вами знаем дорогая водка дешевая почему она такая вроде спирт один и тот же да но и во первых переплата есть за бренд за марку да допустим какая-то там абсолют или еще какая-то она раскручена на дороже стоит хотя спирт и спирт разных сортов есть спирт люкс люкс это высший считается спирт а есть спирт экстра он как бы похуже в чем лучшая стиху жести то когда делают спирт при перегонке образуются сивушные масла это еще отравляющие плюс к этому еще яды сивушные масла производители стараются убрать существует гост определенное количество то есть нельзя превышать вот где сивушных масел мало добивается зачем перегонкой повторной то есть чем больше раз перегнали тем чище яд производитель гордиться говорит у меня яд самый чистый иди ко мне покупай люкс называется все а второй меньше раз прокрутил меньше раз перегнал спирт экстра ну затратил меньше соответственно денег перегонка же стоит правильно у меня спирт экстра там сивушных масел чуть-чуть побольше вот отличается можно спирт сделать из пищевых продуктов из картошки зерна можно сделать спирт из опилок как у усоцкого помните да если подкунать не запилок чтоб нам было с 3 4 5 бутылок но результат одинаковый вот с 2 5 хоть и запилок хоть из этого хоть из чего спирт формула она не меняется хоть из чего вы его делаете он везде присутствует здесь ну и в конце есть напишите оди кого он специально пишу оди кого он обычно 80 там градусов и композиция там душка там все 80 грамм фонфурики боярышник 70 процентов там написано это перцовка девяносто 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 пять спиртцовка не думает там все это света вкуса спирт спирт самая главное чтоб попал спирт наркомания смотрите наркомания есть еще такое определение наркомана наркоман это человек употребляющий наркотик с целью получения наркотического пенения правильно ну чё тут все загустятся это общее такое принимаю наркотик чтобы забалдеть ну давайте вот с вами зададим себе такой вопрос когда мы на праздник поднимаем бокал вина какого-нибудь там шампанского что мы хотим от этого бокала то получить нет ну мы придумали чем же плюк себя правы не пьянки ради здоровья для для здоровья я не видел что витамины насыпали по чуть-чуть если мы ну честно себе ответим давайте по-честному сам себе это не обманешь для чего я пью ты но не к здоровью уж правильно чтобы забалдеть правильно хоть столько хоть столько ну песок вот представьте придете на день рождения вам сок поставить да люди обидуются ты чё блин поджалом что лета вообще не уважаешь что ли какой сок то методом всем надо чтобы забалдеть и ходить под балдой поэтому кто то мы ну люди употребляют наркотик с целью получения наркотического опьянения давайте вот вот видите информация шокирующая не все с этим соглашаться не все это получать на все все наркоманы что ли получать и путин там ну да участвовать перестал ну проявится на говорите не буду что это земляк на что танцевал хорошо и оркестром дирижировал там красавчик зачем я написал одеколон формула этого спирта не меняется нигде ни в пиве ни в видении вы никого нет то есть везде этот спирт везде он попадает наркотически подпазм напишите 1334 год арнольд вильнёх арнольд вильнёх это польский алхимик арнольд вильнёх напишите немножко в историю арнольд вильнёх польский алхимик арнольд вильнёх он изобрел перегонный куб и впервые четырнадцатом веке сделали спирт раньше не было нет не умели же перегонять перегон арнольд вильнёх польский алхимик пожалуйста спирт назвали этот спирт aquavita напишите что в переводе означает живая вода то есть чем это было связано тоже непонятно ну тогда по европе шла чума и вот этим спиртом как бы все обливали и поджигали дезинфицировали живая вода ну и внутрь конечно тоже живой вода принимали до этого времени до 1334 года самым крепким алкогольным изделием было что как вы думаете вино обычное вино 9,9 градусов пить которое неразбавленным было верхом неприличия даже для мужчин не то что женщин никто не пил неразбавленное вино в древней спарте например там специально молодым ребятам показывали людей поили раба вином вот этим 9,11 градусов он считалось крепким он был пьяный валялся и потом показывали и говорили вот что будет с тобой если будешь пить неразбавленное вино 9,11 градусов а сейчас у нас представляете на празднике сидит женщина ли людочка ты чё будешь ой слышим эту краснуху не надо давай бельниками налей не 11 там градусов да там 40 если бы в спарте налили такой женщине 40 градусов ну не знаю что с ней произошло профессор кривоногов своей лекции он описывает что в древней греции были раскопки и там найдены были чаши для разбавления вина водой на 36 литров воды добавляли 4 литра вина неразбавленного и получался такой напиток написать 36 литров воды 3 литров банку до вылили еще литр добавили смешали ну где-то это даже слаб же нашего кваса будет у нас квас это один градус есть там 1 и 2 пишут вот все изменилось и меняется очень быстро к алкоголю люди стали привыкать и возьмите даже допустим ну давайте не будем брать древность там да это какой там 14 лет вы возьмите 30-40 лет назад возьмите советский союз возьмите помните 80-е годы вспомните кто помнит ну разве можно было увидеть женщину идущую по улице с бутылкой пива и пьющую из горла можно на вокзале можно там ходили такие женщины как бы там непонятно или женщина или мужчина как бы в джинсах такая вот и водолазки и матом ругается ну понятно а сейчас стоит на остановке нормальная женщина понимаете одетая нас этой бутылочкой бутылка специальная брама на бразильской волне такая тоненькая сделана под руку под женскую а тут тоненько сигаретка все сделали видите и уже мы привыкли к этому нам кажется это нормально нормально раньше женщины девушки не прятались куда-то в детский сад там зайдут на веранду там курят вечером или где-то там в кустах стоят там курят сейчас на остановке она стоит смотрится горят и заходит еще в трамвае знаете так встала надо ногу поставила и уже за это жалко сигареты выкинула зашла и выдохнула нам все это женщина понимаете а мы все нормально поэтому идет идет что идет обработка нашего сознания постоянно каждую секунду каждую минуту нам внушают это все нормально пить курить бросать ни в коем случае нельзя запрещать ничего нельзя ничего запретите чего вы будете потом вы все будете пить суррогат и поэтому ничего не надо запрещать вот вам пиво вино водка все залейтесь упейтесь это все вкусно полезно и у нас надо на урале очень много стронция выводить стронции вообще поэтому начать любому ребенку надо начинать пить зачем мне для чего так стронции на урале надо начать выводить вином торги выводит радиацию но они же так говорят понимаете многие верят да это не то что что урок это ну поэтому всем мире не только у нас у нас приезжали американцы анонимные алкоголики здесь ну из этого из этого общества мы с ними разговаривали не грит слушайте ну у вас еще как-то более-менее привычно мы говорим а что такое но мы ходили даже алкоголики на улице не валяются по центру прошли у вас у нас грит прямо не лежат алкоголики там где-то я уж не помню в штате говорит у вас такого нету у нас лежат алкоголики на газетах там лежат тоже иногда бывает поэтому вот всегда было человечество было не готово к крепкому алкоголю когда в 34 году сделали спирт люди стали пить травиться совершать поступки и поэтому или 9 градусов до или сразу или 90 непонятно и был запрет но потом уже запрет как говорится джин из бутылки выпущен уже придумали спирт стали продавать наркотикам бизнес-менеджер понимаете он возьмите цыгане в цыганском поселке не учатся не работают ничего не делают такие дома настроили но откуда они взяли я всю жизнь работаю я такой дом но мечтаю построить конечно скатается ну я думаю мне не получится такого они все нигде не учился не работал все построил наркотики продают когда спирт сделали стали продавать люди появились такие и потом государство тоже это в свою руку ну раз все равно продают что запрещать то давайте уж мы будем сами торговать и регулировать вот так появились у нас царева кабаки это 17 век царева кабаки что там происходило приезжали люди от царя и в каком-то местности делали кабак назначали кабацкого голову и двух помощников целовальников целовальники они назывались так потому что целовали крест и клялись всю выручку отдавать казну был очень большой соблазн своровать поэтому с них клятву брали целуй крест не будешь брать давай целуй целовальник один целуй ты все второй вот они следят чтобы кабацкий его тоже не воровал вот их троица деньги сдавали в казну если они этого не делали по какой-то причине мало торговали там мало сборов их за это наказывали приезжали люди учетом вплоть до физических наказаний было и вот интересно наш историк иван прыжок он описывает в одной книге книга так и называется история кабаков россии письмо крестьян царю одного села на улице вот что они пишут я немножко выписался не вели государь у нас сирот своих на угличе кабак и матери по старому не делал нас кабак ибо возле него жить не можно чтобы нам бедным сиротам твоим от такого разорения не стоять и на праве же с голоду и стужи и до стальным не погибнуть и и розно не разбрестись а повели кабак снести а питейный сбор собираясь нас в виде оброка или крестьяне собрались говорит нам кабак этот не нужен мы давай тебе эти деньги будем так отдавать которые питейный сбор там какой-то определенное количество рублей там надо было сдавать это же с вами наши с вами деды прапрапрадеды да то наши вот что они делали мы тебе будем так платить ну хорошо давайте наше время я сейчас приеду у нас есть кузина поселок там под перворайском там магазинов 5 его всех магазинах винное дело соберу всех людей жителей этого поселка в клубе и скажу ребята я депутат латинков кирилл как бы все ну чё давайте закрываем все закрываем больше у вас не будем спиртное продавать во всех магазинах продавать нельзя все закрываем убираем но это еще не все ребята еще не забыл сказать что у вас зарплаты немножко будем вычитать вот это что вот чтобы доход то был все там со мной сделают ну понятно ну чё будет ну побьют как минимум то есть наши прадеды деды хотели закрыть кабак и что еще и деньги заплатить за это давайте а у нас с вами попробуйте что не запретить вот как изменили наше сознание продавцы этого яда вот что они с нами сделали почему такое было потому что у людей у тех у наших прадедов у них была возможность сравнивать жизнь до кабака как служила и вот поставили кабак хоп из всех соседних сел сразу узнали его кузина кабак все с кауровки везде стали туда ходить пьянки драки погромы поджоги беглые каторжники которые промышляют в лесу там разбойники награбят куда идти узел там кабак сидят в карты играют мухают вышли тут ограбили еще тут все местные жители нафиг нам это надо кабак пускать куровки будет ну туда еще будем переходить а нам не надо была возможность сравнивать сейчас на сегодняшний день наши с вами родители родились кабаки стояли магазины были все это пили мы родились то же самое и наши дети родятся будут пить у нас даже нету возможности сравнить как бы нам жилось если бы не было магазинов и кабаков как бы нам жилось мы не знаем алкогольная мафия она нам внушает ни в коем случае нельзя запрещать ничего запретный плод сладок или будете запрещать будут больше пить слушай такой глупости ну героин тогда тоже не надо запрещать надо не запрещать надо объяснять что это вот как-то вредно ну давайте не будем убийцам запрещать убивать отменим закон запрет отменим будем объяснять ребят убивать нельзя но если ты убьешь ничего не будет если мы отменим запрет увеличится количество убийств если мы отменим запрет на употребление продажу героина увеличится количество употребления а с алкоголем так все наоборот это все внушают 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 идет война людей убивают и нужно ответить на один простой вопрос с кем я на этой войне с кем тут только два варианта или с этими подонками которые убивают нас на с наркоторговцами с производителями спиртного которым наплевать на нас на всех им главное деньги получить или я с людьми то есть для этого не надо заканчивать институты никакие просто ответьте с кем я там не будет такого что да я не с кем там это я с бутылочку вот пива к всего лишь купил чо я ж не так ты купил бутылку пива производитель пива на эти деньги сделать три бутылки и эти бутылки купит твой ребенок и выпит их потом пьяный пойдет и попадет под машину то есть ты им помогаешь же правильно поэтому вот здесь такой момент как бы и здесь не надо быть слишком умным институты заканчивать какие-то вот у меня высшее образование а эти два высших образования там вообще труба почему-то я не знаю может метод попадает как не высшее образование два у нас на курсах все все нормально пишут деньги все понимают он не может ничего понять да гордыня понимаете человека такая что как что ты мне тут рассказываешь что это я сам все расскажу специфические знания я же не грустно какой-то там ученый но для того чтобы научиться ездить на автомобиле мне нужен инструктор который меня научит я академик я не умею ездить на машине а он 8 класса образование он меня учит академика все специальные знания прошли а если помню скажет так давай включай первую передачу сцепление газа слушай я вообще-то академик я вот сейчас включу сразу пятую вообще-то по теории то что произойдет поэтому для того чтобы стать трезвым нужны специальные знания которых нас не учили не в школе не в институте здесь мы вам их дадим так что ничего не переживайте я специалист поэтому у меня есть опыт жизни там под наркотиком под алкоголем с сигаретой то есть это я не где-то там насмотрелся это все через меня прошло есть достаточно большой опыт трезвой жизни 16 лет я живу трезво все это я все знаю как там трезво жить и самое главное это переход из одного момента другой переход поэтому все что происходит и будет происходить ну с каждым кто сейчас хочет бросить со мной это происходило имеет очень легко объяснять да я знаю там я просто тоже прошел смертность 91 года у нас смертность превышала рождаемость стране и страна наша превратилась в страну умирающую вымирающую если мы уберем советский союз до 91 года прирост населения примерно полтора миллиона в год больше становится ну за счет всех республик там потом развал советского союза и по россии уже пошло вымирание с 91 года разные были показатели ну где-то примерно средняя скорость убивания нашего населения это динамика такая миллион в год где-то были года когда миллион триста миллион четыреста ну в среднем где-то миллион сейчас в десятом году мы как-то выровнялись но все равно по моему еще мы не вышли я вот смотрел в интернете разные данные точно каких-то нет ну по сравнению с 90 минут подровнялись каких-то регионах идет прирост это башкирия татарстан чечня представляете там прирост населения регионе у них нету детских домов представляете нет детей таких что сразу родственники забирают детей увидите девушку чеченскую идущую сигареты по улице поэтому вот у них прирост населения идет а возьмите нашу деревню до 10 в россии центральную россию там все там вымирание стопроцентно идет поэтому вообще в стране мы немножко подровнялись а так ну и на если брать берем 90-е годы начала двухтысячных там население вообще сильно сокращалось хотя рождаемость была более-менее так средняя смертность была очень большая смертность сравнивали со смертностью в таких странах в африканских вот такая смертность как у нас представляет у нас все и есть и медицина и поликлиники стоят и все но мы мы не африка там не не буркина фасов а смертность именно такая же почему вот не и психиатрии минздрава российской федерации доктор наук доктор медицинских наук александр викентьевич немцов есть такой 20 лет он занимался этой проблемой демографии дает такие данные по смертности запишите их нарисуйте такую табличку ну три окошечка смерти связанные с алкоголем 37 процентов от общего количества смертей вот что дает алкоголь употребление алкоголя ну представьте грубо говоря сегодня на урал маша в арженикизовском районе умерло 100 человек примеру стоит 100 гробов 37 гробов мы отодвигаем их бы не было если бы не пьянка то есть это и смерти прямые связанные допустим с употреблением человек сгорел до этот водки пил 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 и от запоя умер ничего не ел значит перегорел все рос печень и и смерти не напрямую который связан например водитель напился сел за руль автомобиля поехал наехал на остановку очень знаете что на пешеходный наедет там трех человек то на столку 3 задавил насмерть сам погиб эти четыре человека тоже сюда почему погибли потому что употребил спиртное это и косвенность смерти прямые но общее количество 37 из 100 гробов 37 бы не было если бы не это не пьянка табак 10 процентов от общей смертности у нас в россии это еще 10 гробов это курильщики вы знаете люди умирают от курения все-таки ну ну хоть курильщик не хочет в это верить ну самый простой пример известный такой это александр абдулов там 50 с небольшим лет он был но дочка только родилась маленькая годики в общем-то все причина такая рак 4 стадии курил ну чё он хотела того что умереть хотел нет погиб а твой не наркотики убили не алкоголь не пьяница был и наркоман простая сигаретка вроде безобидно да вот во сколько таких александров тут мы не знаем иванов петров сидоров александр закопаем все лежит наркотики 10 процентов еще но это вы знаете есть процентов это кому официально поставили передозировка наркотиков обычно как ставят наркоман умер в подъезде нашли лежит со шприцом все понимают от чего он умер мать знает тоже колется он уже пять лет у меня приезжают врачи не горит вам ну зачем это писать там все что наркоман как бы сердечная недостаточность это обычная практика так пишут а 10 процентов это только те кто кому официально сделали вскрытие взяли долю печени отправили на анализ определили каким веществом укололся завели уголовное дело потом закрыли там в общем вот так я спрашивал нас есть валерий иванович милейкин он говорит он одно время отсюда медэкспертом работал я говорю время вас вы сами вот как считаете вот это 10 процентов на насколько можно говорить но если на 2 умножить ты не ошибешься 20 точно как бы есть но мы мы берем официальные официально вот вам смотрите смертность у нас в стране 37 процентов 47 плюс 10 57 больше половины всех смертей в нашей стране связаны с употреблением легальных и нелегальных наркотиков вот просто не просто люди у нас от старости то умирают все у нас за смертность такая вымирает россия у нас от чего вот основная причина и кто об этом говорит вы слышали хоть раз по телевидению так где-то кита передачи на бывает кто-то начинает говорить сразу закрывает слушай давай тут сердечно-сосудистые заболевания у нас вот это самое главное ну так большинство 23 процента сердечно-сосудистых заболеваний оценка боли связаны с табаком туда же тоже поэтому вот вот что происходит если бы мы решили эту проблему проблема смертности бы отпала сейчас какую политику не вели наша страна санкции там это все если мы вот эту проблему не решим ничего не будет ничего хорошего не будет да страна будет будут дороги будут заводы а кто будет жить то здесь кто-то заедет в нашей квартире будет жить там все кто непонятно как вот вы видели когда-нибудь ну вот может это видел вот у нас просто в подъезде жили алкоголики там пьянки драки все потом все друг за другом умерли заехали новые люди знаете они все там вытащили из этой квартиры стену там сломали но богатые заехали там полностью весь ремонт два месяца делали там ремонт все не следа не осталось людей все живут нормальные люди у них на машине ездят все дети бегают где эти алкоголики плане делись ушли в небытие у нас по страны так может уйти в небытие а здесь будут жить какие-то люди ну неизвестно какие будут наши дети жить внуки правнуки в нашей стране что мы оставим вот самое главное ну смотрите алкоголь табак наркотики люди продают вот эти торговцы на наживаются на чем на убийстве других людей алкогольная мафия продает алкоголь люди умирают 30 процентов смертей от алкоголя они на этом получают деньги но то же самое табак то же самое наркотики и по логике если мы будем рассуждать они же должны обанкротиться они убивают своих клиентов в бизнесе же как клиент всегда прав надо заботиться клиенте тому там все а ты убиваешь клиента вот я допустим продаю наркотики у меня три наркомана покупают наркотики так я им продаю у меня определенный доход с троих идет раз один умер передозировки у меня осталось двое двое меньше доход уменьшился я продолжаю убивать наркотики 2 умер один остался и этот умер все кому продавать будут а если мы посмотрим как живут эти люди про цыгане я уже говорил да это же посмотрите какие рекламы машины вот эти все винстон там все это не на маркетах не обанкрачиваются почему-то не банкротятся они что происходит эти все умирают чтобы происходило с этим алкоголик курильщик и наркоман умирает а в роддоме в это время кто рождается в роддоме ребенок он кто какой алкоголик наркоман сигарет он родился с рюмкой с бутылкой со шприцом рождается трезвенник представляете трезвый человек рождается все мы рождались естественными трезвенниками и вот в роддомах рождаются трезвые люди алкоголики курильщики на умирают дети до 5 лет не пьет не курит до 10 лет не курит уже за 10 лет сколько выросла родилась трезвенников а сколько этих умерло а если до 18 а если до 21 как в америке там до 21 по идее должно быть что трезвых людей должно быть много больше а эти по все вымерли и все ну какая-то кучка в этом пила курила кололась все а эти мы все сказали что делаете то и выгнали бы куда-нибудь а что происходит этого и боится алкогольная табачная аркомафия они боятся не боятся этого их задача у этих детей которые трезвые родились забрать эту трезвость чем раньше тем лучше чтоб он заменил своего дедушку который перестал уже пристал он курил курил умер кто носит деньги положили похоронили закопали день никто не носит кто будет носить ванечка вырос давай ванек сюда вот тебе детские сигареты видели продут детские сигареты такие конфетки в виде сигарет и там даже желтенькая бумажка фильтр открываются также там конфета лучше лучше жуй чем кури были и сейчас есть есть жевачки есть сигареты есть конфеты вначале тебе детские потом мы тебе дадим те но ты должен заменить своего деда потому что он уже не носит и вся реклама вся направлена именно на детей чтобы забрать трезвость они лукавят когда говорят узнаете девушки ходят сигареты раздают там ты вы курите там вот какие сигареты курите там рекламируют это все они говорят мы рекламируем вообще вся реклама табака идет только уже для курильщиков вот он курит приму а я хочу чтобы он курил вот нашу марку то есть он же все равно курит как бы мы не рекламируем там на самом деле это все обман они именно если бы не так делали тогда мы все курильщики умерли а новых то не было им нужны новые новые поэтому вся реклама все деньги тратятся чтобы были новые люди приток людей новых наркоманов им надо потому что эти то уже умерли погибли а я деньги зарабатываю на убийстве людей мне нужно постоянно вся реклама направлена только на то чтобы человек не курящий не пьющий начал пить и курить первую сигаретку взял первую рюмочку выпил алкоголиком курильщиком наркоманам он сам потом станет главное забрать эту трезвость и что произошло с нами посмотрите возьмите нашу свою жизнь помните что произошло у нас в трезвость забрали забрали у всех я проводил лекцию в школе там собрали две параллели 7 8 классы около 200 человек в актовом зале я говорю ребята поднимите руку ребята 13 14 лет кто еще ни разу не пробовал спиртного глупого просто 14 лет смотрю тишина такая стесняюсь что поднимите но кто еще не пил ни разу смотрю какая-то девчонка там в углу подняла потом видит что никого это у нас спрятала один процент только даже возьмите у вас кто-то родственники но есть ли такой человек которому сейчас лет 50-60 и он никогда в жизни не пил не курил никогда вот он не пил и не курил есть такой у вас знакомый я думал вспоминал у меня таких нет федор григорьевич углов наш академик который дожил до сто четырех лет вот он трезвник не выпил ни одной рюмки не выиграл сигареты когда ему было сто лет его показывали в программе малышевой елена масса здоровья и он показывал свои руки в туалет у меня руки не трясутся в 100 летнем возрасте делал операцию на сердце мальчику восьмилетнему простоял 6 часов за операционным столом в 100 летнем возрасте а у нас смотришь идет мужик 45 уже два инсульта алкоголь и табак в 30 лет инсульт у мужика можете сразу даже не не спрашивать почему у тебя инсульт алкоголь табак редкий случай когда там какая-то болезнь сосудов там бывает конечно исключение из правила откуда 30 лет инсульт мы должны то и жить до ста пяти лет того как углов и работать до 100 лет должны а мы не доживаем особенно мужчины у нас он кузина есть этот где рип-центр у нас находится там улица машинистов баба маша баба вера баба люба а где деды-то ваши где у я своего 20 лет похоронила а женщины то вот я что говорю вот они нас спасут так что на вас вся надежда погибаем мужики то видите поэтому трезвость у нас забрали и мы даже этого не заметили а курильщик еще как как забрали то он говорит что ты мне говоришь я сам захотел и сам хочу и курю и все и начал курить мы даже не понимаем что мы не сами нам навязали это никто не будет сам все обнула в сам захотел умереть 52 года что самого хотела то навязали но и так так это сделать что нам кажется что мы сами выбрали поэтому запишите трезвость давайте определили что такое трезвость время на смотреть первый день всегда долго идет трезвость естественно творческое состояние человека семей общества отпугать трезвость это естественно творческое состояние человека семьи и общества еще добавьте живущих в полной свободе от наркотиков трезвость это естественное состояние человека семей общества живущих в полной свободе от наркотиков вот смотрите естественное почему естественно мы все родились трезвым трезвым быть естественно сигарета семка никто не рождался мы серега ходили в сороковой роддом спрашивали были случаи нет не был что не то сигарет не родился нет так что можете проверить это шутка творческое состояние потому что человек только трезвый может что-то творить делать то чего раньше не было писать стихи и так далее когда он лежит пьяный под забором ну что он натворить может встать и морду дать или стекло разбить и все люди вот высоцкий он тоже пил так он писал песни и стихи это когда был трезвый когда он был в этих своих запоях из этих он ничего не делал ничего не писал он не мог зависимость была сильно у него и он и пил и потребовал наркотики поэтому человек теряет творческое состояние как говорят вино скотинет человека чем мы отличаемся от животных тем что мы можем творить а животное не может а когда мы выпиваем обращаемся животных вино скотинет наркотик скотинет человека чем мы можем ходить материться драться ругаться своровать наркоману человека семья общества это естественно быть человеку семья общества трезвым потому что если мы заднем себе вопрос. Мы хотим, чтобы у нас водители были все трезвые. Конечно, я хочу. Я же не хочу пойти с ребенком, и меня пьяный водитель собьет. Я хочу, чтобы врачи были трезвые. Пришел в больницу, а врач с похмелья. Ты на операционном столе лег, пендицит, он тебе отрезал там что-то. Вон одного показывали недавно в новостях. Он не то, что с похмелья, а он уже человек лежит на операционном столе. Ему сделали наркоз, а потом только его как-то сразу не поняли, а он бухой. Его выводят. Этот уже все. Он бы сейчас резал его, представляете? Пьяный врач. С утра, видимо, похмелился или что. И свобода. Свободен от алкоголя, табака и наркотиков. Трезвость это свобода. Это самое главное. А у нас что получается? Наоборот. Ты что, не пьешь? Я спрашиваю. Нет, не пью. Что, вообще не пьешь что ли? Нет, не пью. И не куришь? Я говорю, не курю. И травку там, ну что, наркотик? Нет. Нет, нормально все. Ты что, добровольно себя в эту тюрьму-то посадил? Тюрьму, понимаешь? Трезвость это свобода или тюрьма? У нас, а свобода это вот, я бухой, иду, это я свободный как бы. Да какой же алкоголик свободный? Допустим, наркоман, курильщик, он что, свободный? Маленькая палочка вот такая, 10 сантиметров вот так поставит с человеком, сигаретка и это. А она его держит, он раб ее. Куда она идет и все, попробуйте, забери сигарету у табачного наркомана. Где за сигарету-то? Поэтому трезвобода. Я тут недавно разговариваю с мужчиной, представляете? Я разговариваю, и там что-то говорит, вот у меня сосед там пьет, он не знает вообще, что я курсы провожу, просто посторонний человек, вот мы с ним познакомились. Я говорю, ну, а я вот не пью уже 16 лет, так издалека. Он говорит, да, 16 лет не пьешь. И потом, значит, азаговар дождем, он говорит, что, каялся? Я вначале не понял, я говорю, в смысле? Ну, 16 лет не пьешь, каялся? Я говорю, в чем? Что не пьешь 16 лет так? Не каялся, что ли, ни разу? То есть, каяться должен трезвенек, понимаете? В церкви очередь стоит. Ну, а все, что такое? Батюшка, я тут 16 лет не пью уже. Прости меня. 16 лет не пью. Я же должен пить, жену пить должен, на работу не ходить, деньги все пропивать. А я вот все домой, жену не пью. Грешен каюсь. Не пьяный должен каяться, а трезвенек должен каяться. Вот какое у нас в обществе, понимаете, что как ты так трезвый-то ты вообще живешь? Свобода. Где свобода? У курильщика где свобода? Он что, свободный? Я, кстати, когда курить бросал, мне особо как бы, ну, ничего не болело, ничего, то есть, нормально, курил и курил. А именно из-за чего я бросал? Основным. Я хотел стать свободным. Почему-то я мужчина, да, я хочу быть свободным, независимым, а я завишу от этой, блин, палки какой-то табачной. Что я буду? И вот это вот самое главное, чтобы быть независимым, быть свободным. Так, трезвость у нас забрали. Ну, давайте посмотрим, как забирают эту трезвость. Посмотрим на все глазами ребенка. Глазами ребенка. Все мы родом из детства. В Гзюкери есть такое выражение. Давайте вернемся в наше детство и посмотрим, как у нас трезвость-то так забрали. Все посмотрим именно глазами маленького мальчика, маленькой девочки, что происходит с ребенком, когда он в нашем обществе рождается. Нарисуйте схематично себе вот такую человечка. Это папа. Просто схематично. Кто как может. Здесь, значит, чуть поменьше мама. Хотя, бывает и мама больше иногда. Здесь сын. Вот семья, пожалуйста. Мы смотрим на все глазами маленького ребенка. Папа закурил сигарету. Нарисуйте у папы сигарету. Курить сигарету. Что видит ребенок? Мы смотрим именно со стороны ребенка. Папа взял какую-то бумажную трубочку. Маленький ребенок, он не понимает. Вставил, поджег и пускает дым. Папа говорит маленькому сыну в три года. Сынок, это протоплазменный яд. Тут знаешь, что мы не курим. Говорит он ему это или нет? Нет. Что видит ребенок? Это мой папа. Я папу люблю. Все, что делает папа, хорошо. И то, что он курит, это нормально. Первая информация о наркотике. Первая, самая первая. На чистый лист бумаги ложится. Плюсик. Какая? Со знаком плюс. А если мама курит? Ну, вы знаете, есть только выражение. Мать это святое. То есть, если курит отец, то здесь 50 на 50. Ребенок может не закурить. Если в семье, вы даже вспомните своих знакомых, да, родственник. Если в семье курит мать, 99 процентов, что ребенок будет курить. Святое. Мать это святое. Ну, представьте икону Богородицы с сигаретой. Ну, как это можно представить? А здесь происходит именно это. Мать с сигаретой. Понимаете? Не с младенцем, а с сигаретами. Дальше. Папа с мамой на праздник. Они не алкоголики. Нет, просто чуть-чуть выпивают. Новый год. Представьте, Новый год. Это же праздник. Ну, вот сейчас даже мандарин купишь, начинаешь открывать мандарины, да. И запах мандарин сразу же как-то. Новый год, праздник, так вспоминается, да. Ёлка. Какие-то подарки. Что дарят все. Папа нарядный. Мама красивая. Гости приходят. Ёлочка там. Ну, то есть это каждому ребёнку, у каждого ребёнка это откладывается. И всё это соображается чем? Что видит ребёнок? Вот стол большой. Все сели. Огромный стол. И, значит, всякая разная еда. И такие зелёные пузатые бутылки. Знаете? Сверху фольга замотана. С золотистыми буквами что-то написано. Что там? Какие-то красивые. Он раньше не видел такие. Газировку он знает, сок знает. А что это? Это праздничные новогодние бутылки. Волшебные. И дают самому опытному дяде Коле эту бутылку. Значит, он сознанием дело её взял. Фольгу эту размотал. Там проволока какая-то. Он, значит, крутит. В это время за столом всё внимание на дядю Колю. Все, значит, жены чуть-чуть спрятались за мужей. Только не знают, что ещё пройдёт. А Ванечка вообще розыкрылась. Что там дядя Коля делает? И вдруг. Он как-то там потрёс. Ну, знает, как это надо делать. Ба-бах! С Новым годом! С Новым годом! Наливают какую-то жидкость хорошую, вкусную. Праздничную из волшебной бутылки. Все, значит, бокалы. С Новым годом! С Новым счастьем! У Ванечки тоже есть кружка. Он говорит папе, пап, ты мне эти штуки-то новогодние налей газиками-то. А что папа ему говорит? Нельзя. Тебе нельзя. Почему? А почему это? Он говорит, почему мне нельзя? А что он говорит, папа? Ты ещё маленький, представляете? Мне нельзя, потому что я маленький. Нельзя мне веслиться. И чем быстрее он попробует спиртное, тем раньше он станет взрослым. Вспомните все наши первые пьянки, пробу алкоголя, сигарет. Помните, с чем был спирт? Всё, я уже бухал. Ты что, не пил еще что-то? Иди с мамой молоко пей тогда. Мы уже пили там, значит, всё. Девушки начинают закуривать уже там. Всё. Смотрят на старших подруг там, значит, всё. Мужики, это да. Учителя хорошие были. Она уже знает, мужчины у неё были. 14 лет и учителя у неё были хорошие. А сигарета, понимаете, всё, это статус. Это я взрослый, я могу пить, курить. И всё. Да, поэтому вот добавьте сюда еще всю рекламу. Я вот такой эксперимент проведу. Кто знает песню про трезвость, сможете спеть хоть одну? Чтобы было слово трезвость, трезвый. Я иду трезвый. Трезвый же хорошо, идёшь трезвый по улице. Пугачёва поёт. Иду я трезвую по улицу, миллион алхрос. Есть такая песня? Нету. Нету по песне. А если вам обратно, противоположная, песня, где есть слово пью, пьяный, выпьем, нальём. Сейчас подумайте, с каждым штук по десять сразу стоит. Женщина сразу стоит, напилась я пьяно, не дойдёт до дома. Так любят женщины эту песню, выпьют. Тихо, тихо, мужики, заткнитесь на полную громкость. Напилась я, заревела. А что там произошло? Баба деревенская нажралась, вышла, 10 домов, упала в сугробы и не может дойти. И под себя, может, ещё сходила, я не знаю. И так любят эту песню, понимаешь? Ну я уж, конечно, это утрирую, но мы на этих песнях, это же всё идёт сюда, на голову ребёнка, понимаете? Я пью до дна за тех, кто в море, Макареевич, пьёт. Как за них не выпить? Мы говорим, это протоплазменный яд, спирт, там травишься, зачем ты травишься спиртом? Выходит Малинин Александр. Песня у нас, стихи Ларисы Рубальской, романс. Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала. Какой-то тебе яд, это колдовство в бокале, ты выпьешь и заколдованный-то и ходишь. Ты не пьяный, ты заколдованный. Вот как нам блокируют сознание, то есть эти все песни. Назовите мне хоть один фильм, где главный герой бы не пил и не курил. Он был добрый, не пил и не курил, и это подчёркивалось, что вот он трезвый, он такой сильный, потому что он не пьёт и не курит. Так это робот, конечно, он не пил и не курил. А если человек, всё, то смазывают. Возьмите, допустим, там, улицы разбитых вонарей, ну это такие примитивные сериалы, там. Все эти Митэни, они же положительные герои, они ловят преступников, там всё, такие, ну, дукалистов, ну вся вот эта вот. И в конце каждого этого, они, у них это всё, пьянка, всё, Каменская заходит, с этой, сосёт сигарету. Всё, это же, и даже возьмите мультики, мультики, допустим, Крокодил Гена. Играет на гармошке, всем помогает, пускает нынные пузыри и курит трубку. Потом ещё какие мультики, знаете? Кто курит, вот, это, Кот Матроскин, там, вот, Простоквашина, ну, погоди. Кто там курит? Ключки? Нет. Помните, кто курит, это, вот, Кот Матроскин, там, этот шарик. Папа курит. Папа курит. И заметьте, мама злая такая, да? Она, как бы, трезвен, трезвенника изображает, что она, нельзя, а там, собаку домой, там, всё такое, там, кота какого-то развели. И выходит добрый папа, он уже добрый, сигарета, она располагает к такому, как бы, он размененный. Возникает вопрос, а виноват ли Ваня, что, родясь в таком обществе, он попробовал курить? А виноват ли Ваня, что, родясь в таком обществе, он попробовал пить в школе, выпивать? Ну, где он? Ну, представьте, он говорит, папа выпивает, мама выпивает, этот курит, этот пьёт, вышел на улицу, все пьют, все курят. Ну, с чего у него вдруг в голове возникнет такая мысль, что, а вот я не буду пить и курить? Ну, с чего, ну, как ему, инопланетяне, что ли? Все пьют и курят, поэтому. Надо дать нашим детям хотя бы шанс. Если в семье не будет никто пить и курить, у него хотя бы шанс появится, у него мама не пьёт, не курит. А если и мама, и папа пьёт, все пьют, тогда шансов нету, он запьёт и будет пить, и курить. Мы решаем. У ребёнка в наше время нет выбора, пить или не пить. Нет такого выбора, понимаете? Есть какой выбор? Пить? Сильно стать алкоголиком, ну, по чуть-чуть. Вот такой выбор. Немножко колоться или чуть-чуть? Все выбирают чуть-чуть, и потом, куда мы приезжаем? А что с трезвиком? Трезвик это дурак, понимаете? Идёт человек трезвый по улице и улыбается. Что про него думают? Вот вы сейчас видите, кто у нас улыбается? Никто не улыбается, все злые. Улыбаются, только пьяные. О, это наш, уже, если он трезвый начнет улыбаться, скажут, дурак. Он на дурку. Что это он трезвый-то улыбается? Без водки ещё нельзя веселиться? Не, парень. Поэтому вот, запрограммированность. Напишите, люди не виноваты в том, что они употребляют наркотики, они обмануты и запрограммированы. Так, сейчас я смотрю, время у нас. Уже все устали. Это говорит, 20 минут. Это говорит, когда стали посматривать на часы уже, для лектора такая информация, надо заканчивать. А когда уже начинают вот так слушать, то всё, бельки сейчас начнут забрасывать тухлыми помидорами. Так что я смотрю всегда за временем, чтобы дольше вас не задержали. Люди не виноваты в том, что они употребляют наркотики. Под словом наркотики мы берём всё. И табак, и алкоголь, всё. Одним словом называем. Наркотик. Они обмануты и запрограммированы. И снимите с себя эту вину. То есть не надо винить ни себя, ни близких, там никого. Мы не виноваты. Общество такое, понимаете. Вот представьте, общество то же самое, но на острове и все едят людей. Племя людоедов. Ездят на соседний остров, убивают, варят, жарят там, не знаю, что там делать. И вот ребёнок родился в такой семье. Тут вместо рюмок, тут это человеческая нога зажаренная, тут рука. Он с детства это видит, тоже ест, как бы. Говорит, ну не знаю, мы с папой ели. У нас на соседнем острове такие вкусные люди живут, знаете. И вот ему 20 лет, привозят его сюда. Он ходит по рынку. Говорит, а где у вас мясо там? Говорит, да где вот, пожалуйста, говядина. Что тебе, баранина? Баранина, конина вот. Оленина там, не знаю. Да нет, человеченка-то где? Мы ему скажем, ты что, совсем что ли? Дикость же есть людей. А он так удивится и скажет, ну знаете, мы с папой ели, нормально. И здесь то же самое. Ну дикость в себя, наркотики, ядовитые вещества всасывать там, чтобы... Знаете, курильщик кого напоминает? Все знают, что курить вредно, да? Все знают. Ну вот, ртуть, она же вредная, да? Бывает, там в школу кто-то принесет градусник, разобьет там, значит, и там сразу вызывают какую-то команду, там, этих всех выводят, чтобы ртуть убрать оттуда. Вред. Так, курильщик, у него тазик с ртутью стоит под кроватью. И он каждый день ложится туда, едет ради себя, ему подходишь, говоришь, слушай, у тебя там тазик? Я знаю. Что ты мне говоришь там, блин? Как вот, курильщик подходит, курить вредно. Уйди отсюда. Запрещают говорить, знаешь. И идет, и ложится. Так ты убери тазик-то туда. Нет. Я знаю, ты мне ничего не говоришь. Видите? Вот так нас запрограммировали. Все нормально, видите? И это тоже не виноват, что там людей он хочет есть, понимаете? Дикость же в себя. Табачный дым, в шесть раз и давите выхлопных газов автомобиля КамАЗ. Вот так медики проняют. То есть, чем покурить, лучше вот подойдите к КамАЗу и пару раз вот это сделает. Это и то будет легче. Он говорит, нет, мы сюда не пойдем, правильно, что ты скажешь? Это дурость. А вот эту сигарету всасывать, это то же самое. Но нам внушили, что это нормально. Кури, кури, кури. Там деньги, миллионы ты вносишь. Кури, 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 кури. Кури, Абдулла, кури. Что тебе там? Жена молодая, нормально, ребенок справится. Я посчитал сколько. Полтора миллиона, я денег. У нас в дневниках есть такое, как бы посчитать, сколько я потратил на сигареты. Там нормально. Если дорогие, допустим, сигареты, посчитайте, сколько денег. Просто в дым, ничего нет. Хорошо, трезвость забрали. И вот мы здесь, наша задача эту трезвость все-таки вернуть. Вернуть. Нам надо вернуть эту трезвость. А у нас наркомания. Напишите наркомания. Мы пришли за трезвостью. Избавиться от наркомании надо дать определение. Определение, которое дает Геннадий Шучко. Напишите наркомания. Алкогольное, табачное, алкогольное, табачное, это все у нас одно. И определение одно. И схема, она одна. Наркомания. Поставьте тире. Психологическое страдание. Психологическое страдание. Психологическое страдание. Состояние. Страдание. Страдание. Знаете, говорят, человек страдающий наркоманией. Страдающий. Потому что страдание. Нам-то говорят, это кайф. Хорошо, будешь балдеть. Покурил сигаретку-то после обеда. После сытного обеда. По закону Архимеда. Чтобы жиром не заплыв. Нужно срочно покурить. И пошел курить он. И вышел на балкончик звезды. Тут он курит. Хорошо. Сигарета тогда хорошая. Травится ядом, как бы. А у него состояние-то что хорошо. Настроение в воду. Еще и траванулся. Выпил. Потом ничего не помню. Говорит, слушай, ничего, нормально. Помнишь что-нибудь? Ничего не помню. Хорошо вчера посидели. Отдохнули. А лицо такое, как будто он работал. Он не отдыхал. Он идет, все болит. Отдых называется. Обманывают нас. Обманули. Вот твой отдых, человек. Иди пей, кури, травись. Сигарету себе сюда. На горных лыжах мы сами покатаемся. Без тебя. У тебя вот счастье. Вот тебе пластмассовые столики мы сделали здесь. Дешевые. Вот эти пепельницы. Летние кафешки сейчас пойдут. Вот здесь сиди. Вот тебе биотуалет. Здесь нужно исправлять. Тут можешь подраться. Немножко не сильно. А то ментов вызовем. Вот все. Отдыхай. И радостный человек. Видит. Весь месяц проработал. И все деньги спустил туда. За два дня. Жалко. Состоящая из. Из чего состоит. Четыре признака. Из чего состоит наркомания. Табачная. Алкогольная. Героиновая. Запишите под цифрами. Значит первое. Из чего состоит. Состоящая из первое. Запрограммированность из детства. Вот мы сейчас подходим к открытию Геннадия Шучкова. Будем об этом говорить. Пока определение просто запишите. Запрограммированность из детства. Второе. Второй признак этого страдания. Отравление. Человек травится. Табаковым травится. Алкоголем травится. Наркотикам травится. Третье. Привычка. Привычка. Куричка привычка. Еще выпил по привычке. Получил повышку. Все. Пошел купил. Деньги ляжку жгут. Знаете? Погоди. Деньги есть. Уже не можешь сидеть спокойно. Понимаешь? Надо что-то купить. Кто-то влить в себя. И третье. Четвертое. Напишите. Потребность. Потребность. Вот четыре признака. Запрограммированность из детства. Отравление. Привычка. И потребность. В тех или иных наркотиках. Все. Конец. Потребность в тех или иных наркотиках. Вот определение наркомании. Мы с вами в нее попали. Вход. Сейчас мы разберем. Как мы попали в это состояние. Нарисуем схему. Сегодня вход. Рассмотрим. Выход завтра. Выход завтра. Сразу выход не даю, чтобы вы завтра пришли. А то еще сразу выход дам. Вы завтра не придете. Скажете. Все. Выход есть. Мы придем. Просто еще новый приведем. А они заход-то не знают. Каковы как вы. О. И это все будем повторяться. Мы будем повторять все это там. Нормально. Да. Нарисуйте схему. Вот четыре. Четыре у нас признака страдания. Четыре. Таких вот окошечка. И мы вход. В общем-то мы этот вход знаем. Просто мы сейчас его с научной точки зрения разберем. Вот как мы определение дали. Что с нами происходило. Как мы стали табачными наркоманами, алкогольными. Что произошло с нами. Как это было. Значит первое мы написали. Запрограммированность детства. Пишите в верхние колонки. Запрограммированность. Запрограммированность. Это то что мы рисовали. Папа, мама, семья. Наше общество. Книжки. Фильмы. Реклама. Вы знаете. Начинается даже с самого раннего детства. С самого раннего. Вот представьте. Роддом. Родился маленький ребеночек. Жена лежит в роддоме. Папа переживает. Жена должна родить. Как все пройдет. Ну и конечно это родился. Все. Он там напился. И вот встречает из роддома жену. Это вот постоянно такое. Тут регулярно. Она выходит. И тот податенький уже там все это легил. Берет этот маленький сверточек. Кулюлюкается там. Склоняется над ним. Над малышом. И дышит на него чем? Что там? Винные пары идут с детства ребенку. Ребенок чувствует. Мне тепло. Мне хорошо. Здесь мои близкие. Ребенок с детства чувствует. Папу, маму. У них родственные связи. И все это сопровождается чем? Парами. Винными парами. То есть винные пары это и есть. Хорошие. То есть это начинается с самого детства. Представляете? Программирование уже. На этом уровне. На бессознательном. Ребенок. Он не понимает, а уже винный пар для него как бы это что-то такое, как домашнее, хорошее. Папа. Потом он увидит, как папа это делает, пьет и так далее. Дальше запрограммировался. И стал отравляться. Первая сигарета. Проба алкоголя. Первая реакция нашего организма на яд какая? Вспомните все первые сигареты. Вспомните. Ну невозможно же курить, правильно? Я курил не в затяг. Не в затяг. Курю. Выпускаю. В первом классе. Старшие ребята увидели, говорит, мелкие, ты что не в затяг что ли куришь? Я говорю, а что? Так у тебя рак губы же будет. Напугали меня. Что такое? Давай, надо затяг курить. Давай, мы тебя сейчас научим. Давай, бери сигарету. Я взял. Давай, делай затяжку. А теперь себя вдыхай и говори. Аптека. Аптека. Что я сделал? Чувствую, у меня голова закружилась. Все, весь побелел. Домой пришел. И потом 20 минут еще лежал вот так. Мать-надус говорит, что с тобой? Заболел что ли? Нет, все нормально. Вот первая реакция моего организма на этот яд никотин. На все эти гадости. Первые пьянки, вспомните, тошнит. Больше никогда я не буду пить. Помните это все? То есть организм распознает яд. Задача организма какая? От яда избавиться. И из этого рвотный рефлекс идет. Но человек воспринимает это как личную неудачу. Ну как же так? Все умеют курить, а я не умею. Буду учиться и учиться. Все умеют пить, а я не умею. Что, я не мужик что ли? Выпил рюмку и позеленел. Вот который выпил рюмку и позеленел, это и есть здоровый. А который в себя у меня был сосед, он из горла мог прямо вглить себе бутылку водки. Вот так вот горло как-то делает, и у него такой кадык ходит вот так. И 0,5 туда вливает. И он показывал этот фокус, как бы, я заменил, с детства видел. Ну а вот ничего себе дядя Саша подает, блин, ну вот бы мне бы так бы научиться. Ну да, да, не дай бог, конечно, закурит. Поэтому первая реакция, но человек начинает в себя вливать, вливать. И природная защита, которая есть у нас от яда, она ломается, и уже спокойно в себя человек вливает это все. Я раньше покурю, даже идти не могу, у меня как-то так слабость какая-то, сяду, посижу. А потом уже там, сколько-то лет прокурил, и уже бегу за трамваем, секрета здесь, и бегу уже все. Ничего мне не мешает, все хорошо. Природная защита сломалась, и возникает привычка дальше. Какая неестественная, отвратительная привычка возникает у человека травить себя ядом. Представляете, ну это же дикость, она есть. Закурил по привычке, пожалуйста, водитель едет, остается на светофоре, красный свет, он пачку, руку в карман, пачку достал, зажигалку, прикурил, все. Зеленый поехал, о, автоматически все сделал. Отравился по привычке. Ну бензин, иди выпей по привычке. Это же дикость, да, это как это по привычке. А к этому ядову привычку сформировалась у нас. Поэтому вы здесь напишите, неестественная привычка травиться. Выпил по привычке, да, на праздник. Ну че, праздник, как-нибудь. Привычка. Закурил по привычке, укололся. Здесь это еще называется психологическая зависимость, другими словами. Психологическая, привычка. Получил деньги, все, выпил. Какой-то определенный момент. Чашу кофе выпил, надо сигарету. Кофе с сигаретой, как бы, привычка. Психологическая зависимость, она есть. Здесь можно написать психологическую. У наркоманов называется на наркоманском жаргоне гон. Это гон. Гон за наркотики. Очень сильно хочется уколоться, как бы. Взял чайник, Тефаль, пошел продал его. Купил наркотики. Эль-телевизор там. Кто че подает. Привычка переходит постепенно в потребность. Последняя на крышите потребность. Тоже поставки неестественные. Купил. Это уже физическая зависимость. Здесь на крышите физическая. Уже все, без сигареты не может. Очень сильная физическая зависимость. Ну вот я не курю, не пью, у меня нет ничего. Ни зависимости никакой нет. Мне не надо. И до конца жизни я не буду, и мне не надо будет. А курыщику тебе объясните, что ему не надо. Тебе не надо. Он утром встал, где надо тебе. Как наркоманы говорят, шкура буграми ходит. Есть такое вооружение. То есть у него кожа вся. Хорошо, надо закурить быстро, выпить там и так далее. Физическая потребность как бы. Она неестественная, потому что нам не надо никакого этого яда. Он нам не нужен. Ни табачный этот яд, ни алкогольный. Не нужен он нам совсем. А ручка, если ты запил, конечно, там надо. Запой когда. Все. Клетка захлопнулась, и человек так живет годами. Он запрограммированный, отравляется, имеет привычку и потребность. Курильщик, возьмите курильщика. Запрограммирован. С детства стал травиться, заработал привычку, и привычка пришла в потребность. Все, бросай, я не могу, у меня потребность, все. Я без сигарет, это как буду жить? Страшно, когда бросал курить, мне было страшно. Понимаете, страх, как я без сигарета останусь? Страх. Я сейчас думаю об этом, и мне как-то так, ну, смешно вроде как бы кажется. А я на полном серьезе размышлял над этим. Как я буду ходить в туалет без сигарет? Понимаете? То есть я всегда с сигаретами не смогу в туалет ходить. Вот такие вещи, вроде бы, они кажутся какими-то такими. Вот сейчас мне смешными, я не кую уже столько лет, 16 лет. А тогда это для меня было, ой-ой-ой. Вот какие мы заработали привычки, потребности. Но от этого всего можно избавиться. То есть у нас, как обычно, идет жизнь, там, допустим, трезвая, если мы ее пьющего, да, вот он трезвый, все, дал всем обещание. Срыв. Ушел в эту яму, значит, все, там, не пился, все, да. Вышел, вышел, все, больше не буду, больше не буду, все, Нина, все, больше, я тебе обещаю. Я говорю, что не сюда, опять трезвость, опять трезвость, бах, опять какой-то срыв, опять уошел. И вот так вот вся жизнь. Вся жизнь опять не делается. Наша задача какая? Выйти на эту трезвость, и чтобы прекратились вот эти срывы. С помощью нашего метода мы вас научим, как это все делать, чтобы выйти на трезвость, и все, и жизнь пошла нормально. Потому что вот эти срывы, они мешают жить, понимаете. Ну как жить? Вот я помню, купил себе обои, надо сделать ремонт. Ну, типа, ну, сейчас выходные сделал, ага, праздник. Бах, пуп, 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 все. Там, следующий, так, день рождения, все, опять откладываешь, откладываешь, жизнь идет у тебя все. А трезвучек, ты всегда трезвый, всегда нормальный, все спланировал, все сделал, жизнь насыщенная. Раз, не надо каяться трезвеннику, ну, в чем ему каяться? Ты что, не каялся? Говорит, ну, ты вообще меня порезвел. Все, жить трезво, это нормально, это нормально, ничего там страшного нету. А у нас, видите, как трезвенника, его, над ним издеваются, трезвенник-язвенник, там, и всякое там, это. Выходит по телевизору человек, взрослый, взрослый человек, и говорит, Я голубой, знаете, я люблю мужчин, мы с ним спим, мы там, мы там, он не стесняется, понимаете? И все говорят, да, да, ну, это же он артист, ну, что, ну, нормально. А выйди, скажи, я трезвенник, скажи, о, вот этот дурак. Это нормально? Голубым быть легче сейчас в нашем обществе, чем трезвенником, понимаете? Хочу, что такого-то? Не пей, не кури, все нормально. Живи, ходи в спортзал, занимайся чем хочешь, ну, я не знаю. Что хочешь делать? И самое главное, будь свободным от этого. И то, что мы говорили в самом начале, помните, не программируй своих детей. Дай им хотя бы шанс какой-то, внуков, детей. Ну, что это? Мы же не только сами, мы же и наши близкие дети на нас смотрят. Поэтому трезвость нужна всем, мы как говорим. Трезвость – это счастливая семья и здоровые дети. Вот что это такое. А не то, что это какая-то дурь такая, что надо каяться за нее. Что это, трезвый дурак, что ли? Иди, кайся. Так, дневник, написание дневника. Сейчас мы вам выдадим дневники. Первый дневник. Остальные дневники. Ну, здесь у нас алкоголь, табак. Кто по наркомании, вы сразу на сайт заходите, если кто-то есть, кто по наркомании. Значит, что такое дневник? Это информация, вот она в книжечке, здесь первый дневник. И в конце тут вопросы. Вопросы в дневнике. Отдельно есть вопросы для работающих по табачной проблеме, отдельные вопросы по табаку. Кто работает по алкогольной проблеме, тоже отдельные вопросы. Отдельные. Ну, мы советуем, как бы, сразу же работать, если у кого-то кто-то курицет бывает. Ну, кто пока решил что-то одно, но мы такой выбор даем, как бы, ну, работать по одной. Не помешает. Здесь вот мы вам сейчас выдадим, здесь сайт, внизу, и вот на наших планшетках там сайт мы записывали. Ну, одинаковый, трезвый россия точка ру. Там остальные дневники. Первый мы вам дадим сейчас, потому что, ну, где вы сейчас будете скачивать? Может, у кого-то компьютера нет. А за вот эти два дня, как бы, вы остальные дневники скачиваете с интернета где-то. Попросите, если у вас нету доступа к интернету. Ну, у кого-то у родственников попросите, может, что-то есть. Пусть вам скачают хотя бы по одному дневнику каждый день, там, первый, второй. Сейчас нужно начинать писать дневник перед сном. Геннадий Андреевич Шучко говорил так. Слово, записанное перед сном, действует на сознание в сто раз сильнее, чем слово услышанное, сказанное и прочитанное. Мы, когда пишем перед сном, берем ручку, начинаем писать. Моторика по центростремительным нервам идет сигнал в мозг. Потом зрительная память, я вижу то, что написал буквы. И речевой аппарат, я проговариваю. Вот это слово записанное, оно имеет тройное вот это действие. И человек пишет не просто в тетрадку, а он как бы делает гравировку у себя в сознании. Знаете, вот на кольцах, где там, на часах делают гравировку на железе. Вот то же самое примерно происходит с нашим сознанием. Ну, да я образно говорю. Что нужно сделать сегодня дома? Смотрите, как писать дневник. Нужно сделать все свои дела. Все, все, все там сходить в душ, там, не знаю, все помыться, расправить кровать. И пойти на кухню, сесть куда-то, или в комнате где-то там, уединиться. И взять тетрадку и написать дневник. После этого сразу ложиться спать. Телевизор, я понимаю, сейчас кто смотрит телевизор, как бы, мы советуем пока вообще не смотреть телевизор вечером. Но если уж вы не можете совсем, ну, посмотрите немножко. Потом, после написания дневника, сразу ложитесь спать. Вот единственное. И всю ночь будет информация заработать еще. Нужно писать дневник. То есть, ну, другого выхода нету. Шучко, как делал, когда проводил занятия первые, он первые лекции всем. Все заходят, кто хочет. А на второй день, он говорит, завтра придут только те, кто написал дневник. И он вставал в дверях. Говорит, так. Дневник написал? Написал, да, все. Давай, проходи. Дневник написал. Вы знаете, я вчера там, говорит, ну, давай на следующее занятие через месяц приходи. Он считал бесполезным и бессмысленным работать с человеком, который не пишет дневник. Потому что если ты дневник не пишешь, как будет, тогда смысла никакой нету. Но это я говорю как шучко. Я опущу завтра всех. Не бойтесь. То есть, приходите. Но я к чему-то сказал, что все-таки самое важное, вот что нужно делать. Дневник. У нас были случаи, когда человек из Тобольска, наркоман, парень. Он здесь, мы с ним поговорили полчаса. Леха, вот вы знаете, ребята знают. Взял дневники и поехал в Тобольск. И писал дневники, посылал по почте дневники. И бросил колодца по переписке. Курить бросил пить. И потом курить бросил пить. Поэтому самое главное, вот эта запись. То, что вот эти лекции, это все понятно, как бы. Ну, самое главное, вот это. Так, завтра мы записали, мы встречаемся в 3. Вот, у нас есть такое выражение. Трезвость не покупается ни за какие сокровища. Она зарабатывается только личным трудом. Наш труд. Так, дневники. Вот здесь я положу, вы берите, кому надо. Всем хватит. Там хватит всем, даже много. По одной. Смотрите, как писать дневник. Вы прочитаете все. И когда будете отвечать на вопросы, возьмите тетрадку. Сам вопрос переписывать не надо. Просто цифру и пишите ответ. Как проверить себя? Много я написал или нет? Вы представьте, вот напишите ответ свой, да? И представьте, что вы не видели вопроса. Какой вопрос? А из вашего ответа должен быть понятен, какой был вопрос. Ну, например. Буду я пить завтра? Вот такой вопрос. Ну, просто можно написать нет. Из этого ответа будет понятно, какой был вопрос. Вот я даю человеку, не видевшему вопросу. Нет. Что нет? Непонятно. Какой правильный ответ? Я завтра пить не буду. Вот это, это минимум то, что вы должны написать. А вообще, чем больше вы напишете, тем лучше. Есть такое выражение краткость, сестра таланта. Здесь не подходит. Здесь тем больше вы напишете, тем лучше. Но минимально, это вот себе сделайте такой шаблон. Из вашего ответа должен быть понятен вопрос. Если из вашего ответа непонятно, какой был вопрос другому человеку, который не видел этого вопроса, значит, вы написали мало. И смысла нет. И дневник вы пишете не для инструктора, не для кого-то, а как бы сами, для себя, для своего сознания расставляете там все по полочкам. Дневники структурно разработаны. Там не просто вопросы. Как я провел день там и так далее. Там именно вопросы идут по нашей теме. Вот постепенно, постепенно мы будем избавляться вот от всего, от программированности. Ну и завтра еще, кто пришел по курению, завтра будет способ борьбы с негативной мыслью. А то сейчас-то мы выйдем, правильно? Ой, да, Россия погибает, курение там убивает, а курить-то охота, правильно? В чем где делать-то? Вот завтра, завтра мы вас научим, как с этой мыслью бороться, чтобы не выпить, не закурить. Пока еще один день у вас отдыха есть как-то? Перед смертью, как говорится, не накуришь? Да, закуришь пачки. Ну, можно, да, будет заклеить. Мы заклеивали пачки, чтобы по привычке не закурили. И там надо делать, мы дадим специальные упражнения, надо делать упражнения, чтобы не закурить. Он говорит, я раз, вышел на остановке, стою и пачку достал, а мы тут заклеили им пачки. И написали, делай упражнение. Я он говорит, достал, говорит, пальцем, что там такое? Мне же упражнение надо делать-то. Так что, сейчас курильщики узнают, завтра не принесут пачки, скажут, заклеят там дурак нам пачки. Ну вот, завтра мы встречаемся в 3, пишите дневник, кто будет работать по проблеме. Кто пришел там, ну, с близкими там. Ну, вы тоже, кстати, можете писать дневники. Пройти программу, вы будете, да, понимать, что происходит с вашими близкими. И как ему помочь, близкому. Допустим, жены, да, как они? Ну, я вот беру, например, мужу, возьму, так, мне-то зачем делать его, а там. А, объяснить надо ему. Я объясню, и он пуска заполнит его, да? Да, и завтра уже приходите с дневниками, вы их все сдадите, завтра. Будете писать с другой тетрадки, и мы с вами будем меняться. У нас начнется переписка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.